Ну, отчетный доклад, он будет такой, как бы, не, так сказать, не по партийным, как бы, правилам, потому что все-таки, я считаю, что, как бы, там есть определенные стратегические направления, которые нужно сделать. Во-вторых, за два года, которые я являюсь главным урологом, в общем-то, я не считаю, что сделал очень много, но, в общем-то, некоторые, как бы, там, тренды там все-таки появились. Поэтому мы, вот, у нас была конференция урологов Московской области, презент-отели, это было в декабре. И вот просто мы провели там независимое анкетирование рейтинга главного уролога. Полистайте. Ну, это такая стандартная анкета. Я специально, как бы, ее заказывал, чтобы, так сказать, без каких-то там личных фантазий и без субъективизма. Вот, поэтому, соответственно, вот, это первое, да, оказывается, знают. Вот, дальше. Вот, насчет обязанностей главного уролога, здесь я особенно хотел прокомментировать, потому что, в целом, в открытом доступе есть положение главного специалиста. Ну, оно такое, по-прежнему, я считаю, оно модернизировано, там, не без моей помощи, но оно, конечно, требует некоторой конкретизации. И поэтому, соответственно, здесь, вот, на данный момент вступает в большей степени не положение главного специалиста и главного уролога, а, собственно, сам человеческий фактор. Как себя главный уролог и главный специалист позиционирует, как он себя ведет, и насколько он представляет, так сказать, что-то с собой. Тогда у него может что-то получаться, тогда он может быть лидером. Дальше. Ну, насчет справления с обязанностями, это, в общем-то, вопрос такой, потому что, опять же, если вы посмотрите положение о главном специалисте, там, эти обязанности, они такие, тоже немножко размытые, да, то есть, юридически это не закреплено, потому что главный специалист, это, в принципе, в общем-то, человек, который может все и не может ничего, потому что здесь, так сказать, деньгами, там, в смесь с финансами он не владеет, но он может, как бы, лоббировать определенные, как бы, интересы, что может быть даже более важно, такой, как бы, как серый кардинал. Вот, поэтому здесь, повторяю, что очень много зависит от личности и вот того, насколько себя позиционирует главный специалист, и насколько, как бы, к нему там, как к нему относятся. Ну, вот, видите, тоже меня тут в основном поддержали, повторяю, что было анонимное анкетирование, вот, поэтому я так думаю, что мы вместе будем дальше продолжать работать, и, как бы, я обещаю, что, действительно, мы сделаем определенные, какие-то там, прорывные моменты. Дальше. Ну, вот, насчет изменения характера работы, здесь я хочу сказать, что я считаю основным своим достижением то, что, когда я пришел на эту должность, хотя это непростая, так сказать, позиция, и непросто этот процесс происходил, самое главное, что я не стал нарушать и разрушать то, что было создано главным урологом Московской области, академиком-трапезниками. То есть, я максимально бережно отношусь к ней и к тому, что было создано. Но, тем не менее, там нужен определенный, как бы, апгрейд, то есть, так сказать, корабль, нужно, так сказать, несколько менять курсов, но при этом, как бы, не без каких-то деструктивных действий. Поэтому, я так думаю, что мы вместе так и будем работать. И хочу сказать, что я тоже очень рад, что у меня сложились очень хорошие отношения с руководством Моники и с руководителем урологического отделения, профессором Базаевым, чему я ему очень благодарен. Пожалуйста, дальше. Московская область, она очень своеобразна по своей, как бы, там и структуре, и по территории, и она, как бы, там нет какого-то столичного города, там, где бы концентрировались какие-то там рычаги управления. Вот, поэтому, соответственно, здесь вот я пока не совсем понимаю, как нужно, что нужно делать для того, чтобы со всеми контактировать, чтобы были коммуникации, но при этом, как бы, никого не напрягать, но, соответственно, как бы, максимально, как бы, помогать и понимать, вообще, как происходит процесс управления урологической службой. Ну, я над этим пока думаю, и, соответственно, как бы, я думаю, что мы вместе будем это понимать. Но, скорее всего, мы уйдем уже в, так сказать, в сеть, это будут какие-то там уже там обсуждения там в интернете, либо по селекторам, ну, посмотрим. Ну, это крайне важно, потому что без постоянного общения достаточно сложно понимать проблемы, которые есть, знать достижения, которые есть, ну, и вообще, как бы, там с друг другом общаться, ну, чувствовать, как бы, друг друга. Дальше. Ну, насчет того, что реорганизация, это понятно, хочу сказать, что вообще вопрос реорганизации, он действительно назрел. Сейчас это очень модно называется оптимизация, то есть, как бы, зачистка делений, там, коек, там, и так далее. Вот личное мнение, конечно, что нужно все-таки сделать акценты на продвижении отделений урологических, которые там, которые в области являются, ну, такими продвинутыми, где хорошие коллективы, где есть лидеры. С моей точки зрения, что вот урологические койки в некоторых отделениях, они, с моей точки зрения, может, я не прав, они не нужны, потому что там нужно, если есть лидер, есть, так сказать, туда приходят пациенты, нужно делать урологическое отделение. А на койках, где делается только там цистостомы или там катаризация и уровень урологической помощи, он крайне слаб, они, наверное, не нужны. Поэтому, соответственно, здесь уже, мне кажется, вот этот элемент оптимизации нужен. Пожалуйста, дальше. Одним из своих, как бы там, ну, достижения-то громко сказано, но одним из таких идеологических моментов, которые, я считаю, наверное, я правильно сделал, да, то, что я, во-первых, наладил горизонтальные связи между урологами. Потому что многие из вас друг друга не знали, и, соответственно, как бы каждый варился в собственном соку. Сейчас вы не просто знаете друг друга, ну, так сказать, и немножко я вас подружил, потому что вы здесь, мы здесь собираемся не просто, вот, так сказать, там погулять, послушать, да, мы здесь, в принципе, формируем определенный такой спирит, так сказать, дух урологического общества Московской области. Поэтому, вот, это одна из моих, как бы, идей, и я так думаю, что, наверное, так сказать, постепенно мы ее сформируем, хотя я чувствую, что уже, как бы, так сказать, определенные наметки есть. Потому что вы уже там, так сказать, хорошо выглядите, вы друг с другом общаетесь, вы дружите хорошо, как-то не путь слова, так, гуляете, хорошо лечите пациентов. Ну, в общем, то, что, так сказать, нужно для правильного уролога. Дальше. Ну, и вот, собственно, результаты. В целом, в общем-то, я так думаю, что, наверное, за два года, которые я нахожусь на этой должности, наверное, я что-то сделал, но обещаю, что я сделаю немного больше, но вместе с вами, безусловно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.